Основная часть российских военно-космических сил выходит из Сирии. Сопровождается выход всевозможными мнениями, как внутри страны, так и за ее пределами, с диапазоном от «Путин слил, ирашка сдулась» до «Путин красавчик, и мы победили». О том, какие задачи удалось решить за полгода российским ВКС в Сирии, какие военно-политические результаты были достигнуты и как победить международный терроризм. Об этом рассказал в интервью накануне ТВ военный журналист, полковник ВВС, руководитель Центра изучения прикладных общественных проблем Александр Жилин. была запланирована чудовищная провокация Соединенными Штатами и Турцией в виде прямого столкновения военнослужащих Турции с нашими. Зачем? Нам нужен только один вариант сейчас от Турции, чтобы она закрыла поливы под любым предлогом. Кроме того, планировалась провокация для того, чтобы спровоцировать Россию на введение сухопутных войск. Мы на это не идем, частично сворачиваем свои вооруженные силы и оставляем силы для контроля над ситуацией в плане установления дальнейшего мира, поддержания перемирия и так далее. Я оцениваю это очень позитивно. Главные задачи, выполненные в ходе операции ВКС России в Сирии, эксперт считает то, что Россия показала миру состояние своей армии, наличие действенных, неядерных сил сдерживания, а также то, что Россия на многое способна и готова. В результате операции в Сирии был нанесен урон ИГИЛ, фактически утилизировано вооружение с исходящим сроком годности, да еще и в реальных боевых условиях были продемонстрированы новшества российского вооружения. Это хорошая рекламная кампания от министра обороны Шойгу, но есть и политические результаты. Об этом тоже намекнул президент, когда сказал, что наши силы мобильные, мы сегодня туда вошли, завтра мы все покидали в самолет, ушли, но если надо, мы там еще раз пришли и так далее. То есть речь идет о том, что мы демонстрируем добрую волю и политически прессуем нашего противника. Мы впервые, наверное, за последние 30 лет так недвусмысленно, я бы сказал, заявили о своих интересах не только внутри России, но и на Ближнем Востоке и, в общем-то, намекнули, что у нас есть интересы и в других точках земного шара. До сих пор нам говорили, ребята, вы что творите? Вы планируете на своей территории военные учения? Да не дай бог, вы что? Нас уже воспринимали как территорию типа Украины, но фактически силы, которые стоят за Россией, в том числе и силы капитала, они все-таки дали возможность продемонстрировать, что Российская Федерация способна оставить определенные интересы. Перемирие в определенных районах Сирии достигнуто, террористы ослаблены, но они не сложили оружие. И вот почему. ИГИЛ – это неструктурное подразделение спецслужб англосаксов. И пока есть поддержка извне, победить терроризм будет сложно. Бороться с терроризмом в условиях, когда Соединенные Штаты имеют бюджет больше конфлидированного бюджета всех остальных стран мира, используя террор как инструмент внешней политики, ну, безусловно, очень сложно этому противостоять. Я вам приведу элементарный пример. Установилось вроде перемирия, накануне мы там еще более жестко отработали по ИГИЛ и так далее. А дальше нам показывают цирк. Якобы ИГИЛ вступил в бой с неумеренной оппозицией, что является одной и той же, что ИГИЛ. И вот ИГИЛу удалось отбить огромное количество оружия и боеприпасов. Ну, это на дурачка рассчитано. Это четвертый раз американцы провели операцию по вооружению ИГИЛ. Каким-то образом надо решить эту проблему. Тогда проблема террора международного разрешится в секунду. Если нет поддержки извне, террор внутри страны почти невозможен. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok